Диана Хант. Эйприл Пай. Драконий переполох. Розыгрыш в драконьем имении. Читает Леди Арфа. Пролог. — Тяпа, Тяпочка! — повторяла я, наглаживая плюшевую шубку кошки. — Ты моя девочка, ты моя принцесса. — Ай, кусочка! — отдернув руку, я погрозила котейке пальцем. — Урррр! — музыкально и меланхолично отреагировала на порицание Тяпа и сделала такие умильные глазки, что не разулыбаться в ответ от уха до уха было, ну, совершенно невозможно. — Что, что, а делать умильный вид круглощекие британские котики умеют, особенно такие, как наша Тяпа, мягонькие, как пух, с круглыми апельсиновыми глазками. — Уррррр! — Почему перестала? — поняла я без слов и снова опустила пальцы в дымчатый плюш. Котя моя аж зажмурилась от удовольствия. — Вообще-то, Тяпа у нас по паспорту — Гермиона Смоки Айс Мелюзина Бэйби. Звучит, конечно, кто ж спорит. Но я когда еще сказала? Имена сразу двух ведьм в кошачьем имени нам всем еще аукнутся. И, как в воду глядела, в самом скором времени наша Гермиона Мелюзина стала тяпой, потому как принялась тяпать с молодых когтей все, что ни попадя, отдавая предпочтение почему-то именно мне. Причина, по которой кошка выбрала меня из всей нашей большой семьи, так и осталась неразъясненной. Но сколько я не убеждала ее, что пальцы мои невкусные, и для того, чтобы их грызть неприспособленные, все без толку. Пальцы мои тяпа почему-то особенно жаловала. Вот как сейчас. Ай! Тяпнула на этот раз до крови. Не прям до кровопролития, конечно, до малюсенькой капельки, но все же. И снова состроила пакостница эдакая умильную мордашку. Будешь кусаться, отдам на перевоспитание. Я погрозила кошке укушенным пальцем, после чего принялась его сосать. Тяпа не стушевалась. Забавно махнула на меня лапкой, выдала свое фирменное музыкальное «Уррь», и голова моя внезапно закружилась, а мир вдруг совершил кувырок. Пришла я в себя на чем-то теплом, горячем даже, большом, удобном таком. А шалела, помотав головой, взвыла от ужаса, хотя больше от неожиданности. Прямо надо мной склонился мужчина. Всем хороший мужчина, можно даже сказать, красавец, если бы не одно «но». Он был огромным, гигантским. Ну, или я слишком маленькой. И лежала я... А... Я лежала у него на коленях. Мамочки! Очень смешно, Валар. Пробормотал мужчина хмуро, и вдруг неожиданно для такого большого и грозного типа засюсюкал. Ну, что такое, малышка? Ну, что случилось, моя девочка? Испугалась? Испугалась? Да я в ужасе! Так я гиганту и ответила. Однако вместо внятной человеческой речи изо рта вдруг вырвалось какое-то шипение. И в целом очень странные звуки. Знаете, как котики ругаются? Не мяукают, не орут, не рычат, а издают что-то совершенно невообразимое. Даже речь, отдаленно напоминающая ругательную речь по большей части. Так вот, я на незнакомца залаяла. Буквально залаяла. Ай-ай-ай-ай! Вырвалось очередью как-то само собой. И этот факт почему-то так напугал, что спина невольно выгнулась дугой, а изо рта раздалось уже не шипение, а урчание, предупреждающее урчание, плавно, но решительно перетекающее в звериный рык. Да что с тобой носик? Какой я тебе носик? Возмутилась я, но вслух снова получилось. Лы-лы-лы! Ур! Раздалось откуда-то снизу подозрительно знакомое. Ах, вот оно что! Мужчина белозубый, располагающий, улыбнулся. У нас гостья довольно очаровательные. Нужно быть гостеприимнее, носик. Насчет очаровательной я даже спорить не стала, во все глаза уставясь на тяпу, которая была почему-то с меня ростом и куда смелее. Котейка вовсю шипела на красавчика и махала на него лапкой. Ко мне же... Ко мне кошка с недоумением принюхивалась. Как будто поверить не могла. Я... Я тоже не могла поверить. И потому, издав странный звук, кубарем скатилась вниз со столь же удобных, сколь и гигантских колен. И вот ведь странность. Скатилась-то я скатилась, но так ловко и грациозно у меня это вышло, что даже на все четыре лапки приземлиться умудрилась. Ой, точно ведь лапки беленькие. Урри! Позвала тяпа. Побежали! Услышала я в этом ее урри и машинально прыгнула за своей кошкой. Бросив взгляд через плечо, отметила, что макушка мужчины взмыла под самые небеса. Я же пребывала в полнейшем замешательстве, пытаясь осмыслить, это что вообще такое? Я что, кошка? Ну-ка, носик, иди сюда. Ну, не балуйся, нужно снять с тебя браслет. С этими словами мужчина нагнулся и протянул ко мне ручище. Лы-лы-лы! Послала я его по-своему и бросилась на утек. Как же здорово у меня получалось, даже с непривычки. Ух! Мы с тяпой неслись двумя молниями, перелетали через какие-то невообразимые клумбы, насквозь прошивали заросли чего-то душистого, дурманище-ароматного, грациозно и стремительно огибали мышистые голубые стволы и играючи перемахивали через ажурные спинки скамеек. Непередаваемые ощущения. Бег и свобода поглотили полностью и абсолютно. Потому я и не сразу поняла, с чего вдруг оказалось на дереве. А вот, добегались. Вполне себе понятно произнесла тяпа, и я икнула от неожиданности. С запозданием дошло, что по факту котейка высказала свое фирменное урь, но при этом я ее поняла. Урррк! В свою очередь поинтересовалась я. А это... это что такое? К моему облегчению я не только лаять умела, но и довольно музыкально урркать не хуже тяпы. А это... Деловито уточнила тяпа, обходя вокруг меня, разглядывая и обнюхивая. Это ни на что не похоже. Вот я говорю, с какой стадии я кошка? Может, потому что я тебя укусила? Высказала предположение котейка. Тогда тебе несказанно повезло стать кошкой лучшее, что могло с тобой случиться. И не успела я выдвинуть ни одного контур аргумента, как вдалеке прогрохотала. Носик! Я так и подпрыгнула. Несмотря на разделяющее нас с крикуном расстояние, создавалось ощущение, что вопят над самым ухом. Носик! Носик, не смешно! Иди сюда, котенька! Иди к папе, маленькая! Не смешно ему! Фыркнула я и принялась умываться. Можно подумать, мы тут катаемся со смеху! Нашел клоунес. Ага! С истинно кошачьим цинизмом согласилась тяпа. Можно подумать, собирался тут кто-то его смешить. Еще чего? Носик! Продолжали надрываться где-то там. И совсем другим тоном под нос себе бормотать. Ну, Валар, ну отхватишь, гаденыш такой. Хвост оторву и скажу, что так и было! Нет, ну, в кошачьем слухе есть, конечно, свои плюсы. Вынуждена была признать я. Так а я о чем? Фыркнула тяпа. Знаешь, что я думаю? Похоже, этот мужик — твой питомец. Я ошикнула от неожиданности. Кто, прости? Питомец, терпеливо пояснила кошка. Подопечный, то есть. Ну, как ты у меня. И вот это уже как бы наглость. Я твоя подопечная? А ты ничего не перепутала? Вообще-то это ты моя кошка. Фырк! А я о чем? Ладно, кто из нас чья, это мы потом разберемся. А что до этого питомца-подопечного? Первый раз его вижу и понятия не имею, кто он. А потому я к нему не пойду. Тяпа как-то особенно кротко сошчурила совиные глаза апельсинки и принялась умывать щекостенькую мордочку. Так ты не сможешь и... Как-то между делом заметила она, с изяществом вылизывая лапку. Даже у меня слезть с дерева пока ни разу не получилось. А у меня-то опт побольше твоего. Ты это мне рассказываешь? Фыркнула на этот раз и я. Прикольно, кстати. Можно подумать, я не знаю. А кто за тобой на елку лазил? И на грушу? И на дедушкину черешню? Ты, признала Тяпа. Вам, питомцам, без кошки ж никак. У вас без любви и заботы гипофиз сохнет. Аж до размера горошина усыхает бедненький. И вы тогда деградируете. Что? Ах ты нахалка! Жалко вас. Не обращая на меня внимания, продолжала философствовать Тяпа. Мы, кошки, не теряем надежды, что столь многообещающие приматы однажды все-таки произойдут в человека. Тоже мне дровянистка выискалась. А вот это ты зря, сестренка. Я только лапкой махнула и потянулась с наслаждением. Вообще, каждое движение в теле кошки однозначно было отдельным поводом для беседы, потому как ни слов себе, просто непередаваемое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Никогда еще я так не упивалась подтягиваниями, куда там пилатесу, и шевелением лапами. Водная аэробика нервно курит в сторонке. А про хвост вообще молчу. Как мы, люди, без него живем вообще? Ох, сколько, сколько мы теряем! Урррр! Наконец, каждая клеточка моего нового, невероятно чувствительного тела завибрировала на нужной сладкой частоте. Раз вниз никак. Полезли наверх, осмотримся хоть, куда нас занесло. Предложила я фаталистично, как и полагается уважающей себя кошке. Гениально! Отозвалась Тяпа с ухмылкой. Ты, как кошкой стала, несказанно поумнела. Зато ты все такая же нахалка. Тяпа грациозно повела плечами и дернула дымчатым хвостом. Сама сказала, как корабль назови. А меня нарекли именами великих волшебниц. Кстати, тебя, то есть кошку, в чье тело ты угодила, тоже. Да ты что? Откуда ты знаешь? Так она сама мне и сказала. У меня чуть ум за разум не уехал. Как? Только и могла вымолвить я. Лай, лай, ну, в смысле, как это сказала? Как? Как? Отозвалась сладко потягиваясь Тяпа. Как объяснить слепому, как выглядят цветы? Нет уж, сестренка, все же для того, чтобы понять многие очевидные вещи, просто взять и угодить в кошачье тело недостаточно. Нужно родиться кошкой. Так она сейчас здесь? Может, даже вместе со мной? Ай, а вдруг она меня укусит? Тяпа осуждающе покачала головой. Урри, еще чего. Невки ей делать с тобой там торчать. Нет уж. А она приглядывает за этим своим подопытным, то есть подопечным, питомцем в общем, как бы не отчебучил чего. Быть кошкой в теле бесспорно очень приятно, но быть кошкой без тела еще легче и приятнее. Вот она и ловит момент. Тем временем мы добрались до самой верхушки. Ветки под лапками стали совсем тонкими. Они зыбко плясали под нашими почти невесомыми кошачьими телами. Изумрудная с голубыми прожилками листва шелестела от порывов теплого ветерка, нежно щекотала мордочку. И тут наверху как-то в один момент выяснилось, что мир как бы не совсем наш. То есть совсем не наш. Начать с того, что небо здесь было более розовым, даже скорее сиреневым. И поэтому, чарующий сиреневому своду, неторопливо плыли совершенно невероятные, пушисто-радужные, с нежнейшими световыми переливами облака. Словно невидимый шутник расплескал в небесах гигантскую палитру красок, и та, осев на облаках, пришла в движение. Удивительное зрелище. Вот из-за разноцветных тучек выглянуло солнце. Местное светило тоже оказалось с розовинкой, неуловимой, очень приятной для глаз. Впрочем, не это главное. Солнце, небо, облака — это всё, конечно, мило и даже потрясающе, но прямо над нами, в этой невероятной цветовой палитре, которая тут у них вместо неба, кружил дракон. Дракон! Не знаю, что за карта тут сыграла. Врождённый кошачий пофигизм или ещё что-то не менее незаурядное. Однако логичного во всех отношениях испуга вследствие обозревания крылатого чешуйчатого не последовало, по крайней мере, в первые секунды. Всё-таки не каждый день увидишь живого дракона, ещё и в естественной среде обитания. А жаль, потому что посмотреть там было на что. От распахнутых крыльев, кожистых и перепончатых, как у гигантского нетопыря, до мощных когтистых лап и длинного шипастого хвоста. От треугольной головы на изящной змеиной шее до покрытого, сверкающей в солнечных лучах, чешуёй крепкого тела. Словом, местный дракон был ещё лучше, чем у нас в кино показывают и в книжках рисуют. Я как-то не сразу даже сообразила, что ящер именно кружит, вглядываясь куда-то вниз. Охотится он, что ли? Зевнула Тяпа, изящно присаживаясь, не дать не взять дама в театре и обвивая лапки хвостом. Интересно, на кого? Порассуждать на тему драконьих гастрономических предпочтений так и не вышло. Усы на отсечение дать готово. Дракон меня заметил. И это с такого-то расстояния. Наши взгляды буквально схлестнулись, отчего по всей мне, от холки до хвоста, мурашки с троем понеслись. Дракон же дёрнул хвостом, сложил крылья и камнем понёсся вниз. Прямо на нас! Глава первая Что делать, когда на тебя прямо с неба пикирует дракон? Не знаю, может быть, я на тот момент человеком иначе отреагировала бы. Но, к счастью, я была в теле кошки, и потому мудрые инстинкты представительницы кошачьих успешно опередили мои собственные. А потому я, что есть силы, выгнула спину и зашипела на наглого ящера. К примеру, моя разбойница Тяпа, которую снова на гигиенические процедуры потянула, даже процесс умывания не прервала. Решила, должно быть, что я и одна прекрасно справлюсь с драконом. Или, может, просто фаталистично решила не выделываться. Всё равно ж бесполезно. В общем, кто знает, что у этих усатых полосатых на уме. Даже я не в курсе, даром, что сама кошка. Дракон тем временем приближался. Гигантские перепончатые плоскости его крыльев создавали воздушные волны, и от их упругих ударов ветка подо мной так и плясала. Стоило, наверное, текать банально ниже, в листву. Нужно было прятаться, причём срочно. Однако я, как кошка, я совершенно не умела и не хотела, что ещё важнее, передвигаться задом наперёд по танцующей ветке. А как человек, как человек и скромный любитель фэнтези о драконах, я просто не в силах была оторваться от невероятного зрелища. Дракон и прежде высоко в небе был восхитителен. Весь насыщенного багрового цвета, застилающие небо крылья, подсвечены солнечными лучами, а чешуя — гранатовая, сверкающая. И чем ближе, тем явственнее и резче плясал свет на этой бесподобной чешуе. Добавить сюда огромные шипы, украшающие два кожистых паруса, мощные когтистые лапы, треугольную голову, увенчанную множеством багряных рогов, и глаза. Ох, что это были за глаза! Бурые, почти чёрные, но с алыми прожилками, расчерченные золотым вертикальным зрачком. — Спасайся, дурёха! — орал где-то там, на задворках сознания, здравый смысл. — Драконом она любуется, видите ли! Да это будет последним, что ты увидишь в жизни! — Много ты понимаешь! — отмахивалась я от здравого смысла всеми четырьмя лапками и хвостом, конечно. — После такого зрелища и помереть не жалко! Я лукавила. Не знаю как, спешу сей феномен на пресловутую кошачью интуицию, но я всей шубкой ощущала, что дракон, как и пресловутый иностранец, безопасен. И потому смотрела и смотрела. И чем ближе он был, тем ярче горели его невероятные глаза. В какой-то момент свет из них стал таким несерпимо ярким, что образовал стену между нами. Крылатый силуэт смазался, на глазах теряя очертания. Я часто заморгала, думая, что мне это мерещится, а когда вновь уставилась на ящера... Собственно, ящера-то никакого уже и не было. Вместо него всего в паре метров от нашего стяпы дерева завис тот самый мужчина, с чьих удобных колен началось мое знакомство с этим миром. Мужчина парил прямо в воздухе, и глаза его все так же светились, и все так же оставались гранатовыми, расчерченными золотым вертикальным зрачком. И из зрачка этого по-прежнему так и норовила выбиться сиянье, волшебное и невероятное, потрясшее мою чувствительную кошачью натуру до глубины души. Вот как я умудрилась принять его за человека? Теперь-то было очевидно, что уж на кого-на кого, а на человека, типа, казавшийся драконом, походил меньше всего. Слишком уж он был идеальным, словно из скалы выточенным, хотя нет, скорее из мрамора, теплого, живого, дышащего какого-то мрамора. Мурррррррррррррррррррррр. Высокий лоб, прямой нос, узкие скулы и неожиданно чувственные губы. И чем пристальнее я вглядывалась в эти резкие, чуть островатые черты, тем явственнее проступала сквозь человеческий облик его драконья суть, хищная, властная, да подворачивание пальчиков на лапках влекущее. — Ур-р-рк! — музыкально поздоровалась я с красавцем-драконом и, по примеру Тяпы, махнула на него лапкой. Дракон расплылся в счастливейшие улыбки и вдруг кувыркнулся в воздухе, выровнявшись, пробормотал сквозь зубы. — Демоны, что-то с силой! Ну, Валар, попадись мне только, лапы вырву, хвост в узел завяжу! — и совсем другим тоном уже мне. — Ну что, набегалась, любимка! Иди-ка сюда, проказница! Отступать было некуда, и потому я покосилась на умывающуюся Тяпу. Все-таки у нее кошачьего опыта побольше. — А что делать? — правильно истолковала британка мой немой вопрос. — Нужно же, чтобы нас кто-то с дерева снял. — Ур-р-рк! Но он не человек, он дракон! И что? Что ж теперь не брать над ним шефство? — Я протестую! Это дискриминация по признаку питомцев! — Так бы и сказала, что он тебе понравился! — фыркнула я. — Ах, можно подумать, он тебе самой не понравился! Не осталась в долгу Тяпа. А я неожиданно для себя самой заурчала. Да что там заурчала? Запела, можно сказать, в голос! — Тяпу, ну ты же сама видишь, он такой, такой, просто тортик с кремом, а не дракоша. Хочется мять его лапами и облизывать, облизывать, облизывать! — Ур-р-рк! Зависший в воздухе дракон истолковал мое замешательство по-своему. — Не хочешь идти без новой подружки? — Ну, какие проблемы, носик? — И подружку возьмем! — Какой молодец! Ни в чем не может тебе отказать! — благодушно отметила Тяпа. — Правильно его твоя предшественница выдрессировала. Прям вот почет ей уважуха от всего кошачьего племени! — Все, что скажешь, любимка! — продолжался усюкать со мной дракон, полностью подтверждая глубокомысленный вывод Тяпы. — Все, что скажешь, носик, красотка моя, принцесса! — Ну, идите сюда, обе малышки! — Вот это мужчина! — восторженно промурчала я на кошачьем. — Люблю, куплю, поехали! — Мур-р-р! Мечта! А дракон разливался соловьем, сулил всевозможные игрушки, плюшки, няшности и вкусности, и чуть ли не звезды с неба, и лунную дорожку под лапки сладкие. И чего уж тут! Купаться в таком потоке дракона обожания было очень кайфово! — То ли еще будет? — подмигнула мне Тяпа. Вслух же капризно возразила. — Так, я не продаюсь, если что, но... Так и знала, что будет «но», — хихикнула я. — Но питомец, у которого есть свой питомец, значительно подымает мой статус и кошачью самооценку. Гордо дернула британка хвостом. — Выходит, я не какая-то там рядовая укротительница драконов, а повелительница укротительницы драконов. — А потому мы ж с вами поехали! С этим гордым изречением Тяпа вздернула мордочку, задрала хвост и гордо прошествовала прямо в руки этого драконистого симпатяги. Вслед за Тяпой, помявшись для приличия, а еще очень уж нравилось, как этот красавчик с гранатовыми глазами меня любимкой, малышкой и носиком звал, гордо проследовала на гостеприимно протянутые мужские руки и я. — Думала дракон со столь драгоценной ношей аккуратненько на землю спустится и бережно, а кидве хрустальные вазы понесет нас Тяпой подчивать кошачьими разносолами и прочими вкусностями, что столь красноречиво сулил. И, кстати, так же и сам дракон планировал. Он как раз прошептал что-то о моих любимых вкусняшках, после чего поцеловал меня в нос нежно-нежно и так... У меня аж пальчики на лапках поджались. От холки до хвоста прокатились волны удовольствия. Однако я не успела ткнуться в гладкий подбородок мордочкой, как дракон вдруг торпедой взмыл в небо и кувыркаться принялся. Я возмущенно, хотя если на чистоту, восхищенно завопила. Дракон же, кувыркаясь, ругался сквозь зубы, бормотал что-то о пошедшей в разнос силе, обещал некоему валару рога к демонам поспиливать и много еще чего обещал, сурового и пугающего до крайности. И в то же время прижимал нас с Тяпочкой к груди очень бережно, что подкупало, конечно, невероятно. Кроме того, у меня на мордочке, казалось, его поцелуй навеки запечатлелся. Уж и поцелуя того след простыл, а я все продолжала ощущать его губы, горячие, твердые, нежные, будто он все это время продолжал меня целовать. Прибавить ко всему этому близость крепкого мужского тела и его запах... Что это был за запах? Дурманище пряный и вместе с тем свежий очень... Словом, с ума сойти. А еще и соседство с моей любимой плюшевой бестией. И можно смело сказать, что, несмотря на все эти кувырки и тихую ругань сквозь зубы, это чтобы нас с Тяпочкой не травмировать, я была полностью и абсолютно счастлива. Однако чем дольше длилась эта хаотичная пляска в небе, тем сильнее злился дракон, и тем сильнее укреплялся в решении накостылять какому-то Валару. К вырванным лапам, завязанному в узел хвосту и спиленным рогам, прибавилась уже и свернутая шея, и клыки выбитые, и глаза, натянутые на то самое место, из которого завязанный в узел хвост вскоре выглядывать будет. А потом перед глазами снова полыхнуло и... Скажите, вы когда-нибудь летали в ковше экскаватора? Потому что нам с Тяпой пришлось. Ну, то есть не прямо в ковше, конечно, а в сложенных ковшом драконьих лапах. Но сравнение, поверьте, самое уместное. Лапища у крылатого ящера оказались самые подходящие, а пальцы он плотно сжал, чтобы мы с Тяпой не вывалились. И потому пришлось вскоре скрестись и орать дурниной, чем я не горжусь, конечно, но всяко уж не стыжусь, чтобы хоть носы наружу высунуть дал, деспот, чешуйчатый. Потому что экскурсия в лапах дракона по какому-то невероятному миру с радужными облаками это самое, что ни на есть и ю-ху, вау, класс, супер, пупер, а чуметь не встать вообще, квинтэссенция чистейшей радости. Так что ехать в самое, что ни на есть вип-ложи и не любоваться при этом окрестностями, это было выше наших стяпой кошачьих сил. Ну, что сказать. По красоте земля этого мира ничуть не уступала небу. Мы пролетали над гигантскими водопадами, сверкающими в солнечных лучах и восхитительно прекрасными, над лазурными, бирюзовыми, зелеными и даже розовыми озерами, над нежно-голубой, усеянной цветными искрами с катертью полей и изумрудно-махровым покрывалом лесов, неслись на сумасшедшей скорости над чудесными зелеными холмами и каньонами всех оттенков золота. Вскоре стало понятно, что наше драконно-транспортное средство держит курс к малахитовым горам в шапках из густых разноцветных облаков. Повиляв межполосатых вершин, дракон пронзил насквозь нежное туманное кружево над головами и устремился к подножию гигантского строения из бело-зеленого камня. Стены и башни замка казались свитами из каких-то диковинных каменных деревьев и ощущались седьмым кошка-чувством теплыми и дышащими. Над купольной крышей монументальной постройки парил вытянутый прозрачный кристалл, огромный, если не сказать гигантский, прямо не кристалл, а ограненный осколок скалы, весь в маленьких задорных облачках. Вокруг кристалл окружили разноцветные драконьи силуэты. Отблески граней плясали на их золотой, голубой, зеленой и даже белой чешуе, подкрашивая и без того бесподобные создания нежным перламутром. Непередаваемое зрелище. Другие драконы сидели на башенных шпилях. При нашем приближении они забили крыльями. Особый вкус этой пропитанной волшебством картине придавало то, что происходило это все в полнейшей тишине. Драконы не ревели, оповещая о нашем приближении, хотя что-то мне подсказывало, могли бы, еще ой, как могли бы. Однако они были настроены мирно, если не сказать смиренно. Оказавшись на круглой площадке перед белыми воротами, дракон вновь обернулся человеком. Нас с тяпой он продолжал бережно прижимать к груди. Мы с котейкой не возражали. И тут стало понятно, что тишина, так поразившая меня в воздухе, была мнимой. Да, драконы окрест кристалла и на башнях вели себя тихо. Однако из-за врат доносились звуки шумного гулянья, щедро разбавленные раскатами громогласного хохота. Наш дракон взмахнул рукой, и с ближайшей башни тотчас сорвался изящный голубой ящер. Приземлившись, он предстал перед нами в облике юноши со светло-голубыми волосами и возвышенным и одухотворенным лицом. «Приветствую, Эшхор Эвелор Бесмаркус Рой, первый меч империи, битворожденный глава гранатового клана!» С достоинством поприветствовал он нашего дракона. «Что привело тебя в скромную небесную обитель?» Мы с Тяпой только переглянулись и фыркнули. «Ха, скромную, как же!» «А твой-то, твой! Глава какого-то там клана!» Уркнула Тяпа и подмигнула. «Гранатового!» — кивнула я. «И он не мой!» Про себя же подумала. «К сожалению!» «А то сам не знаешь!» Буркнул тем временем на вопрос голубоволосого наш глава. «Я по делу, Тури! По срочному делу!» «Этот Тури только головы покачал укоризненно. Наш скривился, но все же исправился. «И я тебя приветствую, брат Тури!» Произнес он сдержанно. «Мне нужно видеть Недрадреона Мудрого, мудрейшего и как можно скорее!» Голубой взмахнул руками, и фалды его небесного цвета плаща взмыли, будто крылья. Я обратила внимание, что плащи у драконов были из какой-то особенной ткани, даже скорее сгустившейся магией. Причем у нашего плащ был с капюшоном, а в драконьей ипостаси голова рогами, шипами, гребнями утыкана. Стало быть, наш главнее или старше, а может, и то, и другое вместе. Что еще бросилось в глаза, так это выражение лица и тон нашего главы. Жесткость, бескомпромиссность, резкость так и сочились из каждого слова. «Скажи мне, вот кто еще минуту назад, что он так умеет, нипочем бы не поверила. Со мной и тяпой он совсем другим тоном беседовал. То есть не со мной, а с кошкой своей. Не суть». «Настоятель занят», — тем временем отвечал бескапюшенный, ничуть не обижаясь на властный, если не сказать приказной тон нашего. «Принимает самое непосредственное участие в розыгрышах». «В розыгрышах, значит, чего и тебе желает», — собрал губы в куриную гуску голубоволосый. «Ни для кого не секрет, что тебе, Эшхор Эвелор Бесмаркус Рой, первый меч империи, битворожденный, глава гранатового клана, не помешает развеяться». «Не слишком ли ты осведомлен для послушника, брат Тури?» жёстко усмехнулся Наш. Тот потупился. «Ну ты же знаешь, Эшхор Эвелор Рой, сегодня Эприл Пай, день радости, день веселья, день смеха». На нашего стяпой Эша восторженные восклицания голубоволосого никак не подействовали, однако драконёнок не сдавался. «Ну день дружеских розыгрышей! Единственный день в году, когда дозволено всё и всем! Древний священный праздник!» «Так я по этому поводу и прилетел!» хмуро оборвал поток словословия Эш. «По поводу одного дурацкого розыгрыша!» «Ты хотел разыграть настоятеля?» С придыханием всплеснул руками драконий послушник и даже брови с интересом приподнял. «И вот кто знает, как изменилась бы моя жизнь, ответь Эш тогда положительно!» Однако глава гранатового клана, как впоследствии выяснилось, с детства отличался крайней честностью, порядочностью и прочей гиперответственностью. И потому он лишь поморщился и отрицательно головой покачал. «Мне дозарезу нужно брачный браслет с кошки снять!» «Понимаешь, разозлились из-за того, что отбор отменил и отказался наводнить гранатовое имение расфуфыренными вертихвостками! Вот и придумали этот дурацкий розыгрыш!» Добавил он в сердцах. «День такой, чтобы разыгрывать!» Назидательно заметил послушник и сделал постное лицо. «Валар, скорее всего», рассказывал тем временем наш глава. «Его, гаденыша Хвостатого, отпечаток был рядом с носиком, когда я на ней фамильный брачный браслет обнаружил!» «С носиком? Да вот же!» Эш с гордостью предъявил меня. «Кошка моя! Гермиона, смоки айс, мелюзина бэйби!» «Ай!» Представилась я от неожиданности. Тяпа же уркнула и подмигнула, мол, а я что говорила? Я же была ошеломлена, что пролаяла еще дважды! Так наших с драконом кошек и правда зовут одинаково! А вот это совпадение! «Угу, угу!» Глубокомысленно изрек драконий послушник. «Да, действительно, брачный браслет на кошке! Святотатство, как оно есть, в чистом виде, ага! Что сказать? Надо снимать, причем срочно! Так а я о чем? Битый час уже тебе толкую! Ну, допустим, не часа, куда меньше!» Заупрямился голубой Тури. «И все же знаешь что, Гранатовый, ты подожди, когда празднование Пай Эйприл закончится, тогда и прилетай!» «Я подождал бы!» Эш и признался нехотя. «С силой что-то!» «С силой?» Тут же навострил уши тот, кому мирское неинтересно. «Никак утратил!» «Ох, горе великое! Ох, потеря непоправимая!» «Да нет!» Во второй раз с момента нашего знакомства подвела Эша честность и принципиальность. Наоборот, возросла и, кажется, продолжает расти. «Ну, это уж тогда и не причина!» Назидательно протянул собеседник. «А если б утратил, считалось бы веской причиной!» Голубоглазый подумал и снова покачал головой. «Никак нет!» «Так что ж ты спрашиваешь?» «Так любопытно же!» «Вот ты и сознался!» «Что же!» Не стал спорить голубенький. «Подловил так подловил!» «А к настоятелю все одно не пущу!» «И как кошка я этого голубоволосого понимаю!» «По части любопытства, но и по части упрямства тоже!» Тури тем временем растекался мыслью. «Эйприл Пай — главный, любимый и официально самый счастливый день в году! А значит, пока не закончится празднование, ничем помочь не могу! Потому как отвлекать мудрейшего от веселья, святотатство и грехопадение великое!» «Вот тебе мое нерешимое слово послушника небесной обители!» «Мне стало до ужаса интересно, что же это за Эйприл Пай такой!» «А вот Эш уже не просто злился, а кипел чайником!» «Надо же, какой нервный!» «А так и не скажешь!» «Наш это стяпый выкрутосы он прекрасно переносил!» «И даже умилялся, чтоб мне больше никогда за ухом не почесали!» «Как только Эш не убеждал его пропустить нас к мудрейшему!» «Тури этот ни в какую!» «Уж наш и уговаривал, и угрожал, и на подкуп шел!» «Тот, знай, стоял на своем!» «Оставляйте, мол, заявку, и все тут!» «А мудрейший уже, как отпразднует и всех, кого надо, разыграет, сам к вам в гранатовое именье прибудет!» В конце концов, наш плюнул, и, размашисто черканув возникший из воздуха книги, обернулся в дракона снова. Обратно в именье несся яростной гранатовой стрелой. Мы же с тяпой опять в вип-ковше путешествовали, так что нам, драконьи, настроения были до сиреневой лампочки! Даже интересно было, чем этот братский розыгрыш закончится. ВАЛАР Громоподобный драконий рык потряс небеса и землю еще на подлете к именью. И потому, когда Эшхар приземлился и обернулся, к нам уже вовсю спешили встречающие. Приземлившись, голова царственным взором, как завещал классик, окинул свои владения, и, судя по недовольству пополам с досадой, коими просто люто зафонила от первого меча империи, злополучного гаденыша Валара среди них не обнаружилось. По более простым манерам и почтительному обращению, то были не то работники именья, не то слуги. Половина встречающих была с ног до головы перемазана чем-то цветным, у других были вздыбленные и торчащие в разные стороны волосы, одежда-то и вовсе пребывала в полнейшем хаосе. А вот на лицах, несмотря на все почтение к нашему Эшу, было самым ярким и непосредственным образом начертано счастье. Настоящее и искреннее, как оно есть! Вытаращенные глаза горят, губы в шальных улыбках растянуты. Словом, пока мы не прилетели, народ тут праздновал вовсю. Даже странно немного, что все трезвые, но это должно быть потому, что на службе. А нету нигде вашего брата-глава! Вышел вперед один из встречающих и на вытянутых руках протянул поднос со шкатулкой. Сказал, к обеду непременно будет. Оставил вот кое-что для вас. Шкатулку Эш проигнорировал, и, судя по вытянувшемуся обиженному лицу слуги, не напрасно, явно там еще какая-то гадость поджидала. Начисто игнорируя царящую вокруг кутюрьму и веселье, дракон с нами на руках проследовал к дому, или скорее замку из темно-розового мрамора. С высокими купольными арками и круглыми башнями стены его украшали медленно плывущие барельефы в виде изрыгающих потоки пламени драконов. Над замком парил большой вытянутый кристалл гранатового цвета, а вокруг него четыре кристалла поменьше. Тоже гранатовые, но с разноцветными искрами, красными, синими, голубыми и зелеными. И тоже довольно внушительные.